всем здорово бойцы и зрители канала валерки продолжаем с вами атмосферное приключение в мире ассасин крит 2 но и для начала мы короче начнем читать базу данных вот у нас там что появилось короче но если вам не интересно то можете пропустить перемотать на игровой процесс и так люди это аудиторы это наш главный герой если вы не забыли вот рождение 1459 школьник дворянин по дневнике за 1474 год мария аудиторы мать это и одна из величайших флорентийских летописцев пишет что ее сын упрямый крикливый и стремится быть первым во всем но такой пылки что не на него невозможно сердиться судя по жалобам поданным на него несколькими аристократами можно заключить что это был еще и в распутником он учился у знаменитого банкира джованния тарнабони однако судя по всему обучение было прервано когда эту исполнилось 17 лет одновременно он упоминается в связи с какими-то ужасными преступлениями сведения которыми мы обладаем не позволяет понять что именно произошло но после этого события имя это не упоминается в хрониках словно бы он и вовсе не существовал вот такая небольшая короче биография нашего героя из его аудиторы так погнали дальше смотрите у нас места места понте веке он-то веке это знаменитый мост пересекает реку арно в ее самом узком месте 1 мозг был предположительно построен еще римлянами но самое ранее упоминание о нем относятся только к девятьсот девяносто шестом году мост сохранившийся до наших дней возвели в 1345 году а два предыдущих были разрушены во время наводнений для обороны моста у него его юго-восточного угла построена башня мост состоит из трех арок в центре моста вдоль всей его длины располагались лавки сейчас это кажется странным но в эпоху возрождения это было обычным делом сначала на мосту были местные лавки но постепенно их вы стеснили ювелирные лавки и магазинчики сувениров кроме того на мосту толпятся мерзкие подростки они приковывают замки как рождению моста и бросают ключи в реку в знаке вечной любви не подозревая о том что в тот же день эти замки будут срезаны злыми полицейскими вечную любовь точно у нас кстати тоже вот у меня в городе возле причала короче есть такой заборчик там вешают замки тоже это но женятся пары вот и у них по традиции там вешают короче замочки на перила моста и выкидываю ключ в залив финский залив короче так квартал сан-джованни квартал был назван честь иона крестителя покровителя флоренции это самый старый квартал административный центр города центре квартала находится дворец синьории если тебе нравятся большие соборы иди на север к собору санта мария дель фьора это здание с огромным куполом вот так вот сверху здесь показано короче квартал этот окей флоренция флоренция была основана в пятьдесят девятом году до нашей эры юлием цезарем и быстро стала крупным торговым центром после падения римской империи в пятом веке флоренцию захватили астготы византийцы постоянно нападали на город и его население уменьшилось на нескольких сотен человек шестом веке флоренции завладели лангебарды и с атаками византийцев было покончено я надеюсь я правильно поставил ударение 14 веке население города выросло до 80 тысяч человек 25 тысяч из которых работали в производстве шерсти 1378 году через сальчики шерсти присоединились к восстанию беднейших флорентийцев и захватили власть в городе их прогрессивный и радиокально демократический режим продержался меньше двух месяцев после чего власть снова оказалась в руках аристократии 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 однако митеж так сильно напугал богачей что и сто лет спустя о нем все еще говорили шепотом после восстания фактическая власть оказалась в руках семьи банкиров альбитсии обеспокоенные возвышением семьи медичи масса и ринальдо альбитси арестовали козимо медичи а 1433 году изгнали его из города пока зима продолжал тайна набирать себе сторонников и уже в 1434 году пришел к власти после чего отправил ссылку всю семью альбитси за исключением луки который был не уверен лука по вошел в синьорию правящий орган флоренции а в 1442 году заместил на посту ганн фолиньера старого друга медичи и ларио аудиторе период правления медичи которые построили немало величие величественных общественных зданий и покровительствовали выдающимся личностями таким как микельанджело да винчи и паттичелли флоренция стала одним из крупнейших культурных центров эпохи возрождения я не знаю правильно ли этом ударение короче ставил вот но надеюсь что да вот ну короче вот такая вот история у нас тут до история истины у нас ничего нет и руководство пользователя мы не будем читать вот потому что нам уже все сказали мы на прошлой серии уже все посмотрели ну вот такая вот небольшая история такое введение короче в игру ну и продолжаем продолжаем так что у нас тут нам надо короче к брату до федерико аудитора открыт базу данных а смотрите у нас еще и брат теперь открыт в базе данных база данных люди федерико аудиторы год рождения 1456 школьник дворянин федерико старший брат и свою старший ребенок в семье 19 лет получил должность клерка в банке медичи однако судя по всему он не работал а бил баклуши эта запись сделана в книгах банка медичи 17 сентября 1475 5 года когда была обнаружена пропажа мешка с золотыми флоринами на в банке началась паника старший аудиторий подошел к франческо соседи и с улыбкой сказал что мешок спрятан на крыше дома если бы федерико не был джованни аудитория я попросил лоренцо медичи закрывать его в кандалы и удивительно что федерико был уволен вскоре после того как ему исполнилось 20 лет но судя из прочитанного я понял что он типа спас короче да эти деньги его хотели в кандалы и уволили короче хотя это может я чуть не догнал так окей нажмите поговорить чем раньше мы закончим с доктором тем скорее ляжем спать идите за фитерико к врачу видели бы вы другого парня окей так короче нам надо отправиться к врачу как народа расступить расступить у меня лицо кровоточит нам надо отправиться к врачу окей там брат у нас всякие трюки показывает внимание сократились танцы до цели надо что-то привыкнуть короче к управлению я что-то не могу вот вот так вот видимо по крыше надо о он у нас братиш братиш о вроде уже у доктора находится мари чувак там что-то красит свежие пиявки свежие пиявки нормуль хероваты доктор нам отели аудитория неудивительно вы скверно выглядите юноши ничего пустяки спасите его смазливые личико это все что у него есть а фото ты готова а теперь вы метаетесь грация чего там камнем что ли под поковырял глаз ну и ночка вот здесь все остальные были такими же стой ведь так есть база данных у нас опять обновилась погоди база данных люди врачи общество контакта общество врачи рыбака есть заплатишь доктору то он тебя вылечит в середине века на европейскую медицину казали большое влияние достижения рабской медицины а в эпоху возрождения развитие этой науки способствовал появление анатомических атласов и печатного станка 15 веку наука постепенно стала играть большую роль в лечении нежели религия однако многие упорно придерживали старых традиций предпочитали обращаться за помощью не к врачам а к мистикам после того как в 1350 году по европе прокатилась эпидемия чумы многие врачи стали носить плащи пропитанные воском и примитивную маску форме клюва чтобы избежать заражения здесь уже описали да и почему они носят эту маску короче я хотел про это рассказать но тут уже писали так что я буду молчать а счета ты пора домой отец должна быть пытается понять куда мы пропали да не хочу получить от него нагоняй может на перегонки куда на крышу вон той церкви на перегонки ну ты чё упал что ли брать и соперники на ты чё упал что ли я блин лишь пока бегать не умею погнали давай учи меня брат учи там ты чебураха нового волк так смотри там он контрольная точка по ходу да папа а я проиграл а надо быстрее его короче да быстрее его короче пробежать надо она ночью а я а я-то а я-то братишь у тебя фальш-старт был раньше меня стартанул так нечестно там ты чебураха еще раз скажу давай давай херушки тебе я выиграл ну давай сюда куда ты увидишь после чего еще еще догонять надо опять увидишь погоди погоди не сорваться бы а короче это точка обзора наверно красный брат великолепно вот бы она не менялась и никогда не меняла нас и бисок представляет ассасин крит 2 ладно хватит нам самом деле пора домой идем стой что это дай кристине поспать она сможет выспаться потом стаканчик перед сном нанесите неожиданно визит прекрасной кристине виспуччи вот это надо вот это надо вот это вот это обязательно надо так че там нажал гаде и у нас тут база данных последней записи и так так-так-так-так-так-так-так-так ничем ничего не появилось да далее так синкры за нажмите чтобы синхронизировать ну да это точка обзора как я вас и говорил ну как во всех ассасинах да получается и на карте всякие ништяки появились так удерживаете передвините в пирож на прыгнуть короче так что-то хочу мне ничего не работает дружок веры слышь прыжок веры работает ничего what the fuck синхронизированная одна из 73 точек почему не двигается поймать о прыгнул это в ере нужно спрятаться ищите он не мог далеко уйти я не понял как я прыгнул короче черном хотел схватить так альтернативный режим камеры индикатор социального статуса индикатор социального статуса указывает куда-то прежде 60 врагов 100 как все на колуцах и на крышах контрольная точка достигнута и баста баста оговор оговора глаголит чуваки горы че в красном так окей где у нас там кристина живет где наши кристина тут же можно да по-моему смешиваться с толпой до а чё ты бросил веник ты и тебе ничего плохого тут не хотел сделать ребята блин народу чудо дофига здесь открыть базу данных погоди что-то у нас базе данных 5 появилась тут а сады виспуччи этот дом был построен в 1350 году двоюродным прадедом знаменитого америка виспуччи здание в общем ничем не знаменито но примечательно то что это был первый дом в флоренции с расписанным фасадом позднее квартале altra altra арно едва ли не каждый дом был украшен подобным образом ну так смотри там не девушка короче в окне добрый кристина я так и знала можно войти ладно но только на минутку больше мне не нужно это точно можно войти на в дом или тебя так и к управлению надо привыкать сюда иди сюда он плюс 18 до но не ведьмак знаете ли но тоже тоже неплохо кристина скоро придет твой учитель ну что вы в этом нет необходимости но понятно по бегом бегом убедите а стражников на пробил короче это ускориться а пробил ускориться так надо короче спрятаться чья-то помощь чья-то помощь да да совсем ни в чем опа пошел по вонь они залазят они залазят ко мне о залазить ко мне беги-беги-беги-беги да я еще что-то не привык правление так чем ты там меня хочешь поджарить а жарить я буду кристину теперь я если надо по щам надаю а вот сюда может спрятаться в херан ты головой нырнул туда ну все переможете принимать участие в гонках отлично стаканчик перед сном у нас пройдено чё там база данных истина виспучи год рождения 1459 школьница дворянка кристина виспучи была известной флорентийской красавицы и многие художники в том числе боттичелли рисовали ее портреты стражники наняты ее отцом утверждали что это неоднократно навещал кристину неоднократно навещал кристину но им ни разу не удалось поймать его так как он был невероятно проворен кроме того кристина отчасти поспособствовала карьере своего знаменитого кузена в чью честь позднее был назван один континент однажды на званом обеде она завела разговор с лоренцо медичи и в манфредо садирине о том каким искусным моряком был ее двоюродный брат похоже что и хотелось произвести впечатление на лоренцо и поэтому она слегка преувеличила таланта своего кузена очарованные и красотой лоренцо согласился взять его себе на службу испытай америка клянусь через пару лет ты дашь своей компании его имя она конечно ошиблась но ненамного из пучи компания из пучи это завис кучи это данная здесь на картинке статья на красивей чем и взял до выбор лекарства у нас нет ничего у нас ничего нет так нам далось скрыться теперь маяку инкогнито если стражники упустят вас из вида то они будут осматривать место где видели вас последний раз на карте это место обозначена желтым кругом так 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 сказала бедняк окей карта карта смотри у нас тут . обзора . обзора . обзора короче поскольку точек обзором давай наверное начало фрагмента отправимся так а это еще у нас такое портной портной кузнец врач врач торгуясь картинами какой-то и ладно пульс лико из них ладно такой казни кого там казнят ладно отправляемся следующему квесту прыгну я до туда коленкой коленкой ушибся если что я делаю что не видишь прыгаю с крыши на навесы и непонятного то все дошли почти дошли отец палаццо аудитор и палаццо аудитор и 5 погоди вот палаццо аудитор и палаццо аудитор и построенный в 1473 году знаменитой грубой кладкой и пилястрами в римском стиле дживане аудитор и сам работал проект а разработал проект дворца на основе рисунков леона батисты альберти палят спаляться довольно быстро стал одной из достопримечательностей квартала санта-мария новелла 1474 году лоренцо медичи упоминает о нем письме джованни аудитория с восхищением говоря о том что дворец лишён под помпезности да почти его очень много к лучи короче лора очень много в игре но прохождение у нас неспешно и так что будем читать добрый утро отец пойдем со мной что-то случилось думаешь я слепой и глухой я знаю твои вчерашние стычки с вьерипаци и о визите к кристини тоже уже узнал твое поведение недопустимо ты 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 такой же каким был я в твоем возрасте а эти приключения не помешают тебе работать нет отец честное слово я подготовил несколько документов для лоренцо медичи их нужно ему доставить хорошо отец отнеси их и возвращайся так доставьте письмо джованни лоренцо медичи и пойти поиграем посыльным так от желания и тоже открыть базу данных великолепным у лоренцо медичи мио протеторе и амико моему другу и покровителю я завершил расследование случая в милане могу подтвердить что дело не только в том что народ недоволен правлением герцога галиатсу сфорца я полагаю что иные силы желая извлечь из этого выгоду для себя тайно управляли событиями уверен что в преступлении виновны ломпуньяне аль джати и висконте они уже понесли кару за предательство но в деле замешаны представители и других семейств в том числе франческо паци их мотивы пока не сны но полученные мною сведения указывают на существование заговора масштаб которого поразит вас нам следует побеседовать об этом лично так как я не решаюсь изложить свои подозрения на бумаге укажите мне место встречи и я буду ждать вас там я приказал гонфолоньеру задержать франческо до тех пор пока мы не разберемся с этим делом ваш дживани так что-то какое-то какой-то замут произошел короче непонятный и понятный замут эти у нас что-то еще открылась по моему базе данных до желание аудитории год рождения 1436 банкир советник дворянин желание аудитории был одним из самых блестящих банкиров флоренции 15 века он координировал работ отделений банка медичи по всей италии пока флоренцо занимался политикой именно желание занявшись деятельностью банка в других странах заметил бедственное положение леонского отделения предупредил франческо соседи и тем самым спас банк такой талант был до должным образом вознагражден желание аудитории стал близким другом и советником лоренцо медичи а в 1471 году он успешно провел переговоры с папой римским убедив его оказать поддержку банку медичи благодарные лоренцо подарил джованни дворец вот такая вот история у отца нашего ладно давайте отправим короче посылку отправим письмо не непонятно тайное письмо толкать людей это она ошибка на остерегайтесь пациент врагов и ца ладно постараемся пациент я так понял красными кружочками на карте обозначен да друзья заходите ко мне у меня лучшее снаряжение во всем квартале павро ладно потом потом лесов потом почитаем так вот сюда получается да куда-то а этот вход или с другой стороны вход с другой стороны это учить такой да да лазают такие негодники по крышам там ради забавы конечно знаете как сколько знакомств такими способами происходят всякие разные ух окей как поживаешь коми центре у меня письмо для мессера лоренцо я дам ему письмо когда он вернется вернется они уехали на виллу в карте и вернуться не раньше чем послезавтра я передам отцу вернуться в желание обратно на окей папа 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 не сейчас папа пойдем по крышам у нас не засекли а то что то по всех сторон там стоят рыщут в поисках яйцо это что сейчас было блин таки внимание внимание говорит германия и и продолжаю продолжаю ты напрасно беспокоишься франческо паци в тюрьме опасность миновала кто разговаривает кто говорит здравствуй сын ты помнишь моего друга улера утроган флангер альберти и вам молодой человек надеюсь ты доставил письмо да отец но похоже лоранца нет городе этого я не ожидал какая разница подождешь пару дней послушай тебя искали мать и сестра через некоторое время у меня будет тебе еще просьба а сейчас помоги им ты уверен да а теперь оставь нас был рад тебя видеть отца так посыльные пройдено заметили да не так в разговорах все такие как-то какие-то вот дружелюбные до при приветливые такие какие-то что давайте доступно курецкие поручения кстати у нас открылись до папка карта марта ага карта поможет вам найти цели дополнительные задания кроме того в паке карта окей ладно марином какой-то удочек то два понятно то два денег ладно друзья прошли нескольких квестов короче познакомились с историей ну вот продолжать помогать нашей семье мы будем уже следующей серии он нас квестов пооткрывалась на карте будем потихонечку по порядку проходить вот ну и кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте с вами был валерий